Всем привет! С вами снова Шаурма ТВ и я, ее ведущая, Парыш Ваюля. Все говорят о погоде, она не радует. Победа Трампа не радует. Всех захватила осенняя хандра или уже зимняя. Ну а мы порадуем самыми захватывающими событиями в кино, музыке и спорте. И ты даже узнаешь о предстоящих мастер-классах. Так что устраивайся поудобнее. Помните, в прошлом выпуске я говорила о том, что корейская волна набирает свои обороты и захлестнет нас? Так вот, уже захлестнула. А где и с какой силой, расскажет Саида Губайдулина. Знаю, ты смотришь клипы по ТВ и ждешь приезда своего кумира. Ты ловишь по радио любимые треки и мечтаешь услышать их вживую. Скажу тебе, мечты сбываются. О гостях-музыкантах столицы расскажет тебе Music Today. Зарубежные, отечественные, университетские исполнители эта неделя обещают быть очень яркой. Что ж, начнем знакомиться. Я нереально горжусь, что этот человек является моей однофамилицей. Третий международный фестиваль пианистов имени Софи Губайдулиной прошел с 26 по 31 октября в Казанской государственной консерватории. С огромными овациями и почестями гости встречали композитора госпожу Губайдулину. АПЛОДИСМЕНТЫ Не буду больше тянуть интригу и, как и обещала в прошлом выпуске, расскажу о гостях из далекого Сеула. Любители кей-поп-музыки ликуйте, потому что 16 ноября в клубе Амнезии состоялась кей-поп-вечеринка. Хедлайнерами концерта стала южно-корейская группа Лябрикс. Ребят, так интересно, в составе всего два человека – барабанщица и певец-гитарист. Однако драйва от них было не меньше, чем от самого оркестра. Так, а еще? А еще было много тематических конкурсов и работал магазинчик с кей-поп-атрибутикой. Вот такая вот атмосферная, яркая частичка Южной Кореи побывала у нас в Казани. Музыка Музыка Наш любимый, единственный и неповторимый, такой мудрый, такой исторический, такой важный – Казанский федеральный университет. С днем рождения тебя! 18 ноября в Униксе прошел классный концерт в честь такого знаменательного события. Ребят, нам ведь уже исполнилось 212 лет. А мы перед концертом уже разузнали, что там и как, и какие сюрпризы ждут нас на шоу. Будут и наши первокурсники задействованы, так вот неожиданно, но уже первокурсники, которые вот только выступали на фестивале, они уже попали к нам в большую такую масштабную программу. Из города тоже очень мощные коллективы, так что выделить кого-то одного здесь, наверное, невозможно. Очень ярко, очень интересно, очень интересная канва студенческая, связанная с нашим университетом, так что будет очень интересно, я советую всем прийти. И вот грандиозное зрелище началось. Прямую трансляцию с яркого концерта ввел наш телеканал «Универсмотри». Моя невеста, ты моя невеста. Ой, такую классную песню скачала, пятый раз уже ее слушаю, настолько сильно нравится, просто супер. Буду ждать, кстати, этого музыканта с концертом у нас в Казани. Кстати, он и обещал приехать. А кто? Обязательно расскажу в следующем выпуске. Ну а пока пульс сердца плюс ритм жизни и пение души. Живи музыкой и будь в курсе всех концертов. Имя, которое у всех на устах, его либо любят, либо ненавидят. Соперники то и дело бросают ему вызов, называя цыпочкой. В голове не укладывается, как можно быть настолько успешным. Конор Макгрегор победил Альвареса, став при этом первым бойцом в истории, владеющим чемпионским титулом UFC в двух весовых категориях одновременно. Ну а что же происходит у нас в Казани, расскажет Фаина Харитонова. Спасибо, Юля. Прошедшие две недели прошли по тегиде наш Рубин. Начнем с местных новостей. В Казанском Фан-24 состоялся батл по настольному теннису между игроками футбольного клуба Рубин и хоккейного клуба Акбарс. Казалось бы, с чего это азам футбола и хоккея встречаться до настольной игры. Так вот зачем. Мероприятие было организовано для проведения аукциона, вырученные средства с которого отправились в благотворительный фонд в твою пользу. Лотами стали следующие предметы – две ракетки и две футболки, подписанные футболистами и хоккеистами. Организаторы обещали повторять подобные мероприятия, и ближайшие из которых пройдет уже на днях. Паузащитник Казанского Рубина Денис Ткачук принял участие в товарищеских играх в составе сборной России. Напомню, что игры с Катаром и Румынией стали, по словам Владимира Леонова, как элементом подготовки к жеребьевке Кубка Конфедераций, так и тестовым мероприятием к самому турниру. Галкипер футбольного клуба «Рубин» Сергей Рыжиков принял участие во втором дне гугл-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был». 11 и 12 ноября сотни чтецов в прямом эфире на YouTube прочитали произведения Михаила Булгакова. Прямая трансляция происходила в необычном формате, включая видео в 360 градусов. Для того, чтобы высушить волосы, переодеться, переобуться и вообще привести себя в порядок, пришедшему к прокуратору понадобилось очень мало времени. И вскоре он появился на балконе в сухих сандалиях, в сухом багряном военном плаще и с приглаженными волосами. Что это я все о звездах? И в нашей «Альма-Матер» спорт не дремлет. К примеру, в спортивном зале Академии спорта в рамках первого круга соревнований АСБ наши баскетболисты встречались с ПГА в СИТ-Ф. Результат нас порадовало – 79-64 в пользу КФУ. Футбол нас радует так же, как и баскетбол. КФУ встречались с КГАСу уже, увы, на заснеженном газоне, что, однако, не помешало нашим игрокам оторваться в матче со строителями и забить соперникам три безответных мяча. Ванесса Паради решила дать Джонни Деппу второй шанс, позволив ему поселиться в своих апартаментах в Париже. Западные таблоиды активно обсуждают эту новость. Ну а мы, сплетни звезд, обсуждать не собираемся. А вот вспомнить добрую сказку о Хоббите, которую подарил нам гениальный автор, можем давить инну. О профессоре Толкине снимут биографический фильм. Картина будет снята по сценарию Агнеса Флетчера. Он работал над этим проектом в шесть лет, за который интервьюировал родственников Толкина и изучал архивные материалы. Картина покажет молодого писателя, влюбленного в свою будущую супругу Эдит Бретт. Пара вела счастливую жизнь в Оксфорде, но в 1914 году Толкин ушел на войну. Четыре года, проведенные в битвах на Первой мировой, вдохновили Толкина на сочинение историй о Средиземье. Базинга. У сериала «Теория большого взрыва» будет ответвление с Шелдоном Купером в качестве главного героя. Спин-офф сосредоточится на самом одиозном персонажей «Теории большого взрыва». Шелдон Купер – человек большого ума и невыносимого характера. Стал популярным героем благодаря блестящей актерской игре Джима Парсонса. Теперь CBS хочет показать очень молодого Шелдона. Драму «Молчание» Мартина Скорсезе первыми увидят 400 священников и иезуитов в Риме. Подобная практика показа фильмов профессионалам по тематике проектов не нова. Например, ленту Ридли Скотта «Марсианин» после ее дебюта на кинофестивале в Торонто показали на Международной космической станции. В России же «Молчание» зрители смогут увидеть уже 12 января 2017 года. С 11 по 16 ноября в кинотеатре «Мир» прошел смотр 36-го международного студенческого фестиваля в ГИК. Зрители смогли увидеть короткометражные документальные анимационные работы, снятые студентами под руководством мэтров кинематографа. Прикоснуться к молодому авторскому кино зрители смогли абсолютно бесплатно. На улице то холод, то слякоть. Хочется укутаться в теплое одеяло, пить горячий какао и смотреть интересные фильмы. Чем порадует нас киноафиша на ближайшие две недели, узнаем прямо сейчас. 24 ноября в прокат выходит фильм «Другой мир. Войны крови». Это будет уже пятая часть из серии фильмов про знаменитую вампир-воительницу Селену. На этот раз она вступит в свой решающий и последний бой между оборотнями и кланом вампиров, который предал ее. Кто победит в решающей схватке? Узнаем в фильме. Для любителей теплых и добрых мультиков 1 декабря в прокат выходит «Моана». Действие мультика расскажет нам о событиях, происходивших 2000 лет назад в островах Тихого океана. Дочка вождя, чтобы найти свою семью, отправляется в путешествие по океану в поисках сказочного острова с ее героем, полубогом Трикстером Мауи. Вместе им предстоит переплыть океан, встречая по пути огромных морских существ. Отделяйся за риф и спаси всех нас! С Мариной мы уже узнали, что такое зумба, что за роспись такая дивная Эбру. Жутко интересно, что же она приготовила на этот раз. Всем привет! Вы смотрите Skills Update. И сейчас вы узнаете, какие самые интересные мероприятия и мастер-классы прошли в Казани. На несколько дней торговый центр Республика превратился в восточный базар с ароматными специями, терпкими благовониями, яркими тканями, украшениями и предметами мебели. На площадке торгового центра Республика развернулась грандиозная выставка продажи товаров из Индии, которая будет интересна всем любителям восточной культуры, а также тем, кто хочет привнести в свой домашний интерьер или внешний вид немного экзотики. Посетители базара ждут интересные предметы мебели, яркие аксессуары для дома, посуда, ароматные чаи и специи, ковры, пестрые бижутерии, ювелирные украшения, одежда, свободного покроя, натуральная косметика, благовоние и многое-многое другое. При покупке сувенирной продукции мы не забыли поговорить с продавцом о символике того или иного образа. По индийским поверьям, фигурка слона способна принести ее обладателю удачу во всех делах. Миниатюрная лягушка – богатство и процветание, а рыба – душевное равновесие. С древнейших времен Индия была одним из ведущих мировых торговых центров, а предлагаемые на местных базарах товары славились своим качеством и национальным колоритом. В ДК имени Ленина прошел 26-й международный фестиваль фантастики и ролевых игр «Зиланктон». «Зиланктон» – крупнейший в России международный конвент любителей фантастики, толкинистики и ролевых игр, проходящий ежегодно во время ноябрьских каникул в городе Казани. «Зиланктон» впервые был проведен в 1991 году по инициативе Казанского городского клуба любителей фантастики «Странники» при содействии Казанского государственного университета. Казанский конвент назван «Зилантовым» по имени Дракона Зиланта, который, по легенде, когда-то жил близ Казани. Первый фестиваль собрал около 100 человек из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов бывшего СССР. На фестивале существуют площадки ролевых игр, литературно-фантастических секций, проходят ярмарка и турниры по настольным играм. В резиденции креативных индустрий «Штаб» состоялось ежегодное мероприятие для первокурсников высшей школы журналистики и медиакоммуникации «Пиар-викенд». Мероприятие было организовано специально для первокурсников. В мероприятии приняли участие Леонид Толчинский, Регина Фасхеева, Дарья Долгова. Все студенты могли задать спикерам интересующие их вопросы. В тайм-кафейне Нью-Йорк прошел вечер иллюзий и фокусов от Дамира Абдрашитова. Мастер-класс был посвящен истории иллюзионизма, фокусам и магическим трюкам. Также иллюзионист рассказывал и объяснял, как правильно показывать фокусы, раскрывал секреты трюков и поделился, как и зачем это можно использовать в обычной жизни. Спасибо, что были с нами и дошли до самого конца. Надеюсь, нам удалось развеять хандро и действительно порадовать. Мы будем еще больше стараться. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok